Здравствуйте! Приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в гостях у Марины Шиманской. Марина Шиманская очень известная личность в Петербурге, в Ленобласти, потому что у нее своя школа декоративного садоводства, свой питомник. Ну, в принципе, все, наверное, что касается ландшафтного дизайна, знает этот человек. И мы, наконец-таки, попали в ее сад, мы мечтали это сделать с весны. И сегодня, наконец-таки, день настал. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Андрей. Ну, я хочу, чтобы вы немножечко рассказали о себе, действительно представили себя. Расскажите, сколько лет вообще вы занимаетесь этим? Очень много, наверное. Я и мой сад – это фактически одно целое. Я думаю, что я создавала сад, сад создавал меня, ну, во всяком случае, в профессиональном плане точно. Да и в человеческом, я думаю, тоже. Дело в том, что этим куском земли я владею с 90-го года. Мы долго своими собственными руками строили дом, и было недосада. И вообще, как бы, об этом не стоял разговор. Но потом, понятное дело, что надо было перейти к обихаживанию этого кусочка земли. И вот в 95-м году муж дал мне в руки листок бумаги и карандаш, сказал, надо посадить яблони, рисуй. В второго раздумья я нарисовала, скажем так, скелетную ветку своего участка. И вот это было началом. Вдоль этой дорожки, которая шла у второго выхода из дома, калитки, А калитка выходила вот сюда. Здесь было поле. Был виден город Пушкин, который там за нами. Мы посадили яблони. Яблони, вот вы их тоже можете сегодня увидеть, растут до сих пор. Потом я начала интересоваться растениями, покупать их, обходить. Тогда еще не было практически садовых центров. Это было в прошлом веке. И я обходила рынки, покупала корешки с растениями у старушек. Все станции метро, где продавали старушки всякие корешки, и все это неслось сюда, сажалось на грядочки. И у меня были грядки, на которых раньше росли овощи, а потом стали расти цветы. Но все здесь было в буераках, в траве и так далее. И вот в 98-м году младшая дочь, она пошла. А ходить здесь было невозможно. И муж мне сказал, делай проект сада, будем делать дорожки, будем делать площадки для того, чтобы дети здесь играли. И вот я села перед листом бумаги. Ну, конечно же, я уже к этому времени прочитала огромное количество садоводческой литературы. Потом у меня и профессия, в общем, тоже подходящая. По специальности я агроном по защите растений. Я закончила сельскохозяйственный институт. То есть я хочу сказать, я не просто села перед листом бумаги, и вот начертила то, что вы все это видите. Конечно, этому предшествовала большая самообразовательная работа. И вот я начертила вот эти вот дорожки, которые по сей день являются дорожками в моем саду. И в 98-м году мы пригласили сюда людей, которые замостили эти дорожки, сделали вот эту вот геопластику и посеяли вот этот вот газон. Ну, а потом началась большая, очень длительная работа по наполнению сада растениями. И в 2000-м году я устроилась в ландшафтную фирму работать дендрологом. И уже от ландшафтной фирмы я закончила курсы ландшафтного дизайна при архитектурно-строительном университете, который специально для работников ландшафтных фирм нашего города вел профессор архитектуры, самый на тот момент известный специалист в области ландшафтного дизайна, Валерий Анатольевич Нефёдов. Вот так я стала ландшафтным дизайнером. Ну, а потом я стала питомниководом, поэтому мой сад создал меня вот как профессионала. И этим, если считать основание моего сада в 98-м году, то получается, что этим я занимаюсь 22 года. Питомником я занимаюсь 2004 года. Ну, и с 2012 года я начала читать лекции. И буквально 3 года назад вместе с моим коллегом, архитектором нашего ландшафтного бюро «Александровский сад» Ольгой Казакиной, мы создали вот школу декоративного садоводства. Марина, ну, за 22 года вообще это колоссальный опыт в садоводстве. Таким, наверное, мало кто может похвастаться. Тем более у вас была хорошая база, вы агроном по образованию. Ну, вот смотрите, тогда было растений, наверное, достаточно мало. Потом сейчас вот, ну, просто питомники, садовые центры просто завалены растением. С каждым годом появляются какие-то новые сорта, привозят новые виды, мода меняется. Вот у вас сад, сколько соток сам? 13 соток, весь участок. Вам на 13 сотках не тесно? Мне было очень тесно, но сейчас мне уже снова не тесно. То есть, вот интересно просто, как всё равно сад живёт какой-то жизнью, как его развиваются. Что-то приходит, что-то уходит. Вот у каждого садовода, как говорила Ольга Бондарева, есть своё кладбище, куда уходят те растения, которые, ну, по той или иной причине в саду не подошли, может быть, по внешнему виду, может быть, потому что они плохо зимовали. Вот скажите, у вас есть какая-то, может быть, такая пятёрка растений, с которыми вы перестали за них бороться, расстались в пользу каких-то других? Вот я как раз и начинала с того, что тащила в свой сад всё, что видела в продаже, то, что видела там у соседей, у друзей. Очень любила общаться с теми людьми, которые давно этим занимаются. Уже к вашему вопросу, например, в садовые центры одно время привозили очень красивое, интересное растение, скумпию кожевенную, по-моему, Red Beauty она называлась, это краснолистное растение. И я его, естественно, купила, естественно, посадила. Первое растение у меня перезимовало две зимы, погибло. Я купила второе. Второе растение перезимовало семь зим, и тоже погибло. А вот скумпия за вашей стеной, кожевенная видовая, у меня живёт уже с 99-го года. И вот там, в другом углу сада, у меня другое дерево. Эти два дерева, в общем, редкость, и, ну, как бы в нашей Ленинградской области, и, в общем, садовое сообщество знает эти деревья, и они даже так называются скумпией шиманской. Ну да, потому что это совершенно южное дерево. И, ну, вот смотрите, вы не побоялись, потому что, ну, говорят, что надо придерживаться заимствованному ландшафту и гению места. Вот если мы живём в Ленинградской области, то надо, ну, чтобы как бы сад немножечко по тематике совпадал. А вы вот не побоялись и сделали у себя такой кусочек юга просто. Я бы не назвала всё-таки мой сад кусочком юга. Это коттеджный сад. Вот в том его, ну, скажем, преломлении к нашей, к русской почве. А потом, понимаете, у меня не было гения места. Здесь кончался посёлок. А там был город Пушкин. А между ними было поле учебное, принадлежащее аграрному университету. Было пастбище, где местные жители пасли овец и коз. Здесь было всё ужасно. Здесь не было гения. Здесь, вот видите, как бы вот тут мне пришлось сделать изгородь специально, чтобы закрыть вот этот неприглядный пейзаж от наших глаз. Это было сделано давно. Вот она выросла. Теперь мы пользуемся вот этими плодами этого давнего труда. И, в общем, счастливы, что вот сзади нас такая красота. Марина, про изгородь. Хочу с вами снять отдельный ролик. Это визитная карточка вашего сада. Его всегда можно найти в интернете, увидеть фотографии зимой, летом, весной. Это совершенно декоративная история и уникальная. Я никакого ни у кого не видел. Я думаю, что вы нам попозже в отдельном ролике чуть подробнее вообще расскажете именно про эту изгородь и немножечко, может быть, подробнее вообще про растения для зелёных изгородей. Марина, вот вы сказали, что ещё в 90-е, оказывается, вы сделали геопластику на своём участке. Вот это вот совершенно внезапно, потому что, мне кажется, тогда даже слова такого не было «геопластика». Расскажите вот, пожалуйста, про это. Очень интересные арт-объекты. И вообще у вас, ну, как-то это сделано всё не обусловлено тем, что у вас какой-то перепад высот, что вам понадобились подпорные стенки. Или, ну, бугры тогда вообще, мне кажется, никто не делал. Да, это действительно интересный такой момент. Дело в том, про гений места. Это абсолютно ровный кусок земли. И когда мы начали строить дом, мы сдвинули, ну, якобы плодородную землю, сдвинули бульдозером из-под того места, где был потом фундамент и построен дом. И здесь был достаточно такой бугор, большой объём земли в виде горы земли. Я даже грядки на ней делала, потому что всё остальное было луговиной такой, очень трудноподнимаемой. А это была земля, свободная, чистая от сорняков. Но когда начали делать благоустройство, начали делать сад, естественно, этот бугор земли был лишним, чтобы его не вывозить, чтобы не тратить на него, на это, деньги. Мы придумали вот так вот разровнять этот бугор, оформить вот такую берму, дальше сделать плоский газон. И вот получилось теперь действительно модный элемент ландшафтного дизайна, который называется геопластика. Ну, как бы дальше больше одна проблема влечёт за собой другие проблемы. Значит, это надо было как-то спустить. Тут вот площадка, на которой мы стоим, она была предназначена для детского надувного бассейна. Дети были тогда маленькие. Такая круглая площадочка была. И вот надо было к этой площадочке спустить вот эту геопластику. Естественно, этот спуск должен был быть как-то оформлен. Ну и, значит, пришла в голову мысль, что надо его оформить подпорной стеночкой. Она невысокая, она тут есть. Её теперь уже практически не видно. А дальше всё это сделать в виде модной тогда, в 90-е годы, альпийской горки. Куда же без альпийской горки? И, естественно, у меня она была. Это и дань моде. И в моём случае это, конечно, любопытство. Любопытство вырастить те растения, другие. И вот это моё любопытство, оно у меня до сих пор есть. В сад было натащено столько разных растений. Они потом, конечно, дали основу... Вот это моя коллекция, она дала основу питомника. Как раз вот в 99-м году я купила вот эти растения. Они были маленькими. Вот потом, в 2006-м, я посадила вот эту пихту на ножки. Это уже позже. Она сразу была, ну она была в два раза меньше, но она сразу была большим сформированным растением. А вот эти можжевельники, кипарисовики, микробиоты, которые вы видите, это всё было маленькое. Теперь это всё разрослось. Вот теперь альпийские растения не представляют для меня, ни как для коллекционера, ни как для питомника вода, интереса. И они постепенно ушли из сферы моих интересов. И вот здесь растёт то, что посажено тогда. Но оно стало другим. Вид этого кусочка сада, он полностью трансформировался. Но он эволюционировал, потому что все деревья стали наконец-таки действительно полноценными деревьями. И вот скажите, интересно, про пихту. Вы сказали, что купили её уже сформированной. Но и сейчас она у вас такая ухоженная и, мне кажется, стриженная. Мы её периодически подстригаем. Но из-за нехватки времени ей не уделяется должного внимания. И в этом году мы её принялись стричь. Вот один бок выстригли, другой всё-таки не успели. Поэтому у неё немножко такой... В общем, тросте не можно тоже стричь. Потому что многие боятся. Говорят, что к пихте относятся с таким пиететом, как к соснам. Можно там отщипнуть какой-то молодой прирост, но чтобы прям формировать её. Нет, она прекрасно подвергается формировке. И вообще я всегда говорю садоводам и вот на своих курсах, что никогда не надо бояться стричь. Секатор – друг садовода. Это тоже такая заезженная фраза. Но во всяком случае люди просто при слове «подстригите», «подровняйте» просто падают в обморок. А на самом деле растения очень хорошо отзываются на стрижку. Кустарники все. Хвойные тоже очень многие. Но почему бы не подстричь куст можжевельника? Вполне он подлежит... Ну, согласен. Если оно свисает на дорожку, то ходить вокруг него... И мешает ходить, конечно. Конечно, конечно. Надо эту часть... Он даст новые приросты и всё. Никаких проблем. Скажите, вот это тоже можжевельник – одно растение? Да, это можжевельник – одно растение. Но на самом деле здесь было куплено 4 растения, чтобы как раз задекорировать этот спуск с газона на площадку. Микробиота. Но она была, наверное, раз в 6 меньше. Теперь это красавица, конечно. Дальше шёл можжевельник Блю Форест. Дальше шёл можжевельник Хольгер. И дальше шёл можжевельник Джейд Ривер. И вот мы видим здесь погибающий Блю Форест. Под Хольгером. Да, вот он. Ну, я уже не буду вам показывать Джейд Ривер. Он там тоже есть. Что здесь произошло? Ну, во-первых, да, на тот момент, когда это было куплено, я не представляла. Это отсутствие понимания и отсутствие знания нужного, необходимого. Я не представляла, что Хольгер такой большой. Это раз. Ну, а во-вторых, можно было спасти ситуацию, но нужно было делать это вовремя. Допустим, поняв, что можжевельник этот растёт и будет расти, надо было срочно ещё в n-ные времена убрать вот эти два, да, например. Либо наоборот убрать эти. Сейчас это сделать невозможно. Они слишком большие. Они слишком взрослые. Это тоже нормальный процесс. То, что мы покупаем несколько маленьких растений, чтобы сделать красиво сейчас, даже зная. Вот ландшафтные дизайнеры так работают. У них два пути. Либо купить сразу большие растения, дорогие, и сразу сделать красиво вот в данный момент. Либо делать сад на вырост, покупая более дешёвые растения, более маленькие. Но тогда, естественно, либо хозяева, либо специальные люди должны следить за всем этим и понимать, что здесь будет происходить. Ну, вот в концепции малоуходовости, наверное, вот я посмотрел, у вас, я смотрю, практически нигде нет мульчи. У вас как-то не нравится вам мульчирование. А где у меня должна была, по-вашему, быть мульча? Ну, вот просто интересно, где-то, наверное, должна была быть. То есть, ну, потому что растения большие, просто некуда. Да, конечно. У меня уже большие растения. Допустим, вот сзади вас живая изгородь из разнопородных кустарников, да. И растения уже сами с собой накрыли землю под собой. И, ну, чего её мульчировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова